Пожалуйста, поактивнее в этом направлении. Я буду спрашивать, отдельно с вами беседовать. Строительство сейчас становится ведущей отраслью в региональной экономике. Да и спрос на квартиры растет. Но на рынке доступного жилья их просто не хватает. Отсюда и космословные цены на квадратные метры в некоторых городах. Например, в Озерске это 50 тысяч рублей. Поэтому губернатор потребовал от глав строить как можно больше. Цена в Озерске выше, чем в Челябинске. Но такого быть не может. Вы построите два дома, дайте предложение людям. Предложение такое, чтобы им было выгодно и по средствам. И люди купят это жилье. Нет, не могут. Нет предложения. Почему нет предложения? Конечно, здесь напрямую виноваты руководители района. Министр строительства Виктор Тупики напомнил о том, что к середине будущего года во всех домах и организациях должны быть поставлены приборы учета. В бюджетных счету уже сделали. А вот собственники жилья не торопятся. Счетчики установили меньше половины южноуральцев. Если они не установили, то до 1 июля 2013 года эти приборы учета должны установить ресурсоснабжающие организации с последующей оплатой собственникам в течение согласованного срока. На совещании говорили и о безработице в области. С 2010 года она снизилась вдвое. И сейчас немногим превышает 1%. Без дела сидят гуманитарием. Социологи, психологи и менеджеры. А вот рабочих рук не хватает. Например, конкурс у строителей 20 вакансий для человека. Часто человек, получивший высшее образование, получает фактически рабочую специальность. Второй раз уже опять за счет государства. То есть еще и колоссальное время человек просто так фактически теряет в своей жизни, вместо того, чтобы зарабатывал он деньги. Хотя некоторые молодые люди учатся зарабатывать деньги сами. Для них работает целая программа вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность. До конца года на специальных семинарах и тренингах побывают более 3,5 тысяч парней и девушек. Сергей Моревский, Андрей Ярушев, ОТВ.